Дорога к Храму И к дню Святой Пасхи, когда мы все будем друг друга приветствовать Христос в воскресе. Но вот до самого воскресения Христа был воскрешен Господом Лазарь. И вот в субботу в храмах все услышат это повествование, которое описано в 11 главе Евангелия от Иоанна. Нам известно, что Лазарь, он был другом Христовым, и Христос его очень любил. И вот когда он услышал, что Лазарь за ним мог, он не тотчас отправился в селение к нему, где он жил, в Вифанию, а прибыл еще с учениками два дня, чтобы они могли удостовериться, что действительно Господом сотворено такое великое чудо. Поскольку за эти дни Лазарь умер, и когда Господь пришел в это селение, уже было четыре дня. Почему и в церковной традиции называется Лазарем четверодневным. Четыре дня он был уже во гробе, и вот Господь возвал его из мертвых. И тем самым он показал, что он владычествует и жизнью, и смертью. Те иудеи, которые пришли и увидели это чудо, они уверовали во Христа. И вот в ближайшее время, когда Господь входил в Иерусалим, и церковь это отмечает как великий двенадесятый праздник, люди, видя это чудо, они встретили Христа как царя. Христос вошел в Иерусалим на осле, вошел кротко, согласно древнему пророчеству. Все царь грядет на осляте. То есть Христос не въезжал на коне, как победитель или полководец. Его вход был смиренным и кротким. И вот люди выходили, постелали под его ноги пальмовые ветви. На Западе, кстати, символ праздника, вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим — это пальма. У нас же первым расцветают вербы, поэтому множество людей придут в этот день освещать вербочки. Но говоря о воскресении, я хочу, чтобы мы почаще задумывались именно об этом слове. Что оно для нас означает? Оно имеет глубокий смысл. Оказывается, что воскресив и Лазаря, воскреснув и Сам, Господь показывает, что наше тело тоже будет иметь громадную роль в этом. Ведь согласно символу веры, мы все с вами чаем ожидаем воскресения мёртвых. И вот наше тело, оно тоже будет причастником этого обожествления, этой славы. Мы не должны к телу относиться, с одной стороны, пренебрежительно, а с другой стороны, мы не должны его залюбливать. Тело, оно должно подчиняться нашему Духу. Оно очень хороший слуга, но очень плохой Господин. Когда мы потакаем своим страстям, похотям, и уже тело начинает руководить нами. Соответственно, к телу мы относимся как к Храму Божию. Кто открывал Священное Писание, знает, что апостол Павел чаще всего христианам напоминает, что вы — храм Духа Святого. Поэтому у людей, которые ушли из этой жизни, мы хороним на кладбище, проводим определённый обряд погребения, и у нас к телу нет отношения пренебрежительно к какому-то злу. Поэтому у нас, скорее всего, и нет практики кремации, где в больших городах за неимение места сейчас такой обычай входит. Мы всегда тело погребаем, усопшие хоронятся нами лицом на восток в ожидании этого воскресения. О праведном Лазаре нам известно, что, воскреснув из мёртвых, он умер. Он прожил ещё 30 лет, и его также коснулась телесная смерть, но эти 30 лет по своём воскресении он посвятил служению Господу. В Евангелии сказано, что фарисеи замыслили убить даже его, поскольку все, кто его встречали, были поражены этим чудом, и всё больше людей веровали во Иисуса. И вот когда были первые гонения на христиан в Иерусалиме, когда был убит архидиакон Стефан, то Лазарь был вынужден покинуть эти пределы, и он Божьим промыслом оказался на острове Кипр, где 30 лет пробыл епископом. Также из преданий известно, что Божья Матерь, решив посетить его, из-за непогоды вынуждена была пристать к берегу Афона, поскольку афонские монахи говорят, что Божья Матерь, она ступала на эту землю. Потом она посетила и Лазаря, и снова возвратилась в Иерусалим. Об этом нам известно из церковного предания. Упомяну о такой интересной уставной особенности. В эти дни церковью, уставом церковным, послабляется пост. В Лазаре в субботу разрешается вкушение рыбной икры, а в само воскресенье, в вербное воскресенье, разрешается вкушение уже самой рыбы. Наверное, эта особенность возникла ещё в древности, в монастырях, когда накануне праздника монастырь запасался рыбой, и вот икру вкушали рыбную в субботу, а самую рыбу — в воскресенье. Конечно же, даже из этого обычая, из этой церковно-уставной особенности видно, что в древности устав был сообразен монастырской жизни, то есть христианским подвижникам, монастырям, монахам. Сегодня многие поговаривают, что монастырский устав как-то нужно приспособить более уже к нашим нуждам, мирским, поскольку у людей сегодня много немощи, и они не в состоянии проводить Великий пост, не вкушая ни рыбы, ни молочных продуктов. Ну вот такая уставная особенность, думаю, будет для нас интересна. В воскресенье православные христиане будут освящать вербу. Люди будут приходить в храм, и я хочу нам напомнить, что освящение вербы, оно не сводится к тому, что священник окропит веточки людей святой водой. Освящение, оно происходит от того, что человек приходит навстречу Христу. Подобно тому, как иудеи и другие пришельцы со всего Иерусалима не только пришли встретить царя, пророка, точно так и мы, православные христиане, приходим в этот день, чтобы поприветствовать Христа. Сегодняшний вопрос касается иконы священных изображений. Интересуется, можно ли иконы дарить на день рождения, и что делать со старыми иконами, которые уже ветхие, и люди порой не знают, как с ними поступить. Отвечая на первый вопрос, то есть иконы дарить на день рождения можно. Но из нашего опыта мы знаем, что иногда у людей уже в домах собралось, достаточное количество икон, или тот человек, которому мы собираемся дарить иконы, но не всегда это уместно, и поэтому мы в этом плане всегда говорим, чтобы люди решали сами. Относительно священных изображений или ветхих икон, их можно приносить в храм, если вас это смущает, ну а вообще их можно как-то аккуратно утилизировать, даже сжигать. Но чтобы не боялись люди вот этого слова «жигать», сжигать не как акт какого-то вот открытого показывания, что мы уничтожаем иконы, а просто иконы, которые уже не имеют для нас никакой ценности, культурной, семейной, исторической. Мы их просто утилизируем, чтобы они не выбрасывались на мусор. Ну и вот в плане какой можно сделать духовный подарок человеку. Кроме иконы, я бы сегодня людям посоветовал, мы уже забыли, что такое хорошее духовное чтиво. Ведь кроме ещё духовных книг, существуют духовные журналы. Многим людям я сегодня советую, если есть такая возможность, оформить себе подписку на хороший православный журнал или сделать это тому же хорошему знакомому или другу. Очень редко замечаешь, посещая какой-то офис или какое-то предприятие, или какой-то коллектив, чтобы у людей было такое полезное чтиво. А в наше время сейчас есть очень хорошие журналы, которые мы не первый год уже подписываем. «Русский дом», «ФОМА», «Журнал Московской Патриархии» — их громадное множество. Поэтому раньше наша страна была одной из самых читаемых в мире, самой читаемой в мире. И люди подписывались в советское время на многие журналы. Я думаю, было бы очень полезно, если кто-то хочет кому-то сделать подарок духовный. Можно икону подарить, а можно и оформить подписку на хороший православный журнал, откуда мы можем черпать светлые мысли, идеи, поддержку в нашей вере, в нашей сегодняшней жизненной ситуации. До новых встреч, дорогие телезрители! Всего вам доброго!